Всем привет, друзья! Вы на канале Красный Уголок. Вот такой интересный фон у нас сегодня в начале. А это значит, что я сижу за столом. А это в свою очередь значит, что сегодня мы чуть более детально рассмотрим телефон, который я вчера получил с Яндекс.Маркета. Заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить, а мы начинаем. Поехали! По короткому видео вчерашнему вы поняли, что я заказывал и, соответственно, успешно получил iPhone 12 mini в синем цвете, уцененный. Более подробно о нем сейчас расскажу. Вот так вот он ко мне приехал. Естественно, в упаковке. Вот. Ну, приехал вот в такой коробке. iPhone. Она просто открыта. Я ее сейчас за кадром не совсем ровно закрыл. Так она нормальная. iPhone. Буквы ровненькие. Руки неровненькие. Яблочко в цвет телефона как положено. Здесь... Господи. Здесь наклеечка. Все вроде совпадает. МА и серийный номер тоже совпадают. Это именно синий iPhone на 64 гигабайта. 12 mini. То есть продавец заявляет, что это телефон, который стоял на... Вот так. Правильно? Вот так. Который стоял в магазине на витрине. Никому не пригодился. И был торжественно списан на склад. Да что ж такое? Я не умею снимать обзоры. Был списан на склад. После чего и приехал ко мне. Поставляется он вот в такой коробочке. Здесь стеклышко. Заботливо положенное. Продавцом. Продавец очень хороший. Я, к сожалению, не умею оставлять ссылки на продавца. Мне сейчас за кадром что-то пришло. Внутри нас ожидает вот такой кабель USB-C на Lightning. Мне его вставить было некуда. Я купил свой обычный USB-A на Lightning. Это салфеточки. Это салфеточки протирать стекло перед поклейкой или под стеклом. Здесь всякая ипловская бумажка. Здесь была скрепка. Короче, это коробочка для скрепки. Руки немножко трясутся. Телефон, на который я снимаю. Poco M4 Pro. Тяжелый, конечно. Качество картинки не очень хорошее. Но зато вы просили качественное освещение. Господи, вот оно. Звук пока я не могу к этому телефону подключить, потому что он на iPhone. Разъем Lightning. Ну, собственно, вот такой комплект. Стандартный, упрощенный Apple-овский комплект. Здесь смотреть не на что. Кто знает, в принципе, комплект неинтересен. А нафига тогда распаковывать? Я вот это все за кадр уберу. Здесь еще и наушники рабочие. Ну, а вот сам телефон. Давайте на него взглянем. Face ID работает. Я сейчас попробую на него посмотреть. Все. Работает. Face ID работает. Все полезные приложения я установил. Аиду не устанавливал я все равно. Точнее, не Аиду, а Antutu. Я им пользоваться не умею. Но могу сразу сказать, что этот телефон полностью оригинальный. Все приложения работают. Обновления приходят. Что по самому телефону. Настройки основные. Объянт тем устройстве. Все. Вот сегодня установил новое. Все. Никаких неопознанных деталей, как видите, нет. Батарейка на 96% емкости. Давайте я тоже покажу, что я могу сказать. Вот 96% стоит у меня оптимизация заряда. Батарейка здесь 2229 мАч. Этого хватает буквально на 4 часа экранного времени. Я вчера специально проверял. Камеры работают. Камеры хорошие. Давайте на них взглянем. Ну, какие могут быть камеры в айфоне. Просто обычная, качественная матрица. Увеличение. Все режимы. Все работает. Камера фокусирует. Это очень мне нравится. Как-то одним пальцем надо увеличение показать. Вспышки нет. Самое важное для моего канала то, что телефон спокойно будет снимать в 4К 60 фпс. Я думаю, что вы это скоро очень заметите. Фронталка работает. Фокусируется. Face ID работает. Вы в этом убедились. То есть, по сути, что хочется заметить. Заказывать. Вот у меня появился бзик. Так как телефон с плоскими гранями. Так как он, в принципе, внешне напоминает SE, наверное, первого поколения. 5S, SE. Одно и то же. Почти. У меня появился прикол. Вот здесь кнопку блокировки искать. И здесь нет. А рефлекс появился. А она-то вот сбоку. Все кнопки, рычажки работают. Звук прибавляется. То есть, брака по телефону нет. Он даже внешне в идеальном состоянии. Только его кто-то залапал. Вот я его только-только из коробки достал. И его кто-то залапал. Ну вот, надо протереть. А так, чехольчик тоже в подарок шел. Очень и очень хороший телефон. Мне очень нравится. Мог бы ссылку на продавца оставить. Я бы оставил. Но я не умею. Всем спасибо. Вот такой скомканный получился обзорище. Хороший-хороший телефон. Теперь будем с ним взаимодействовать. Сеть он видит под оператора. Не прошит. Bluetooth, Wi-Fi работает. Бьется он как iPhone оригинальный. То есть, все отлично. Вчера на горячую линию Apple звонил. Они сказали, что это оригинальное устройство. Это самое важное сейчас. Всем пока-пока. Увидимся в более привычных роликах на канале. На новый телефон снятый. Кстати, я проверил. Петличка на него подходит. Продолжение следует.